По воспоминаниям современников, Борис Глебович Музруков был не только превосходным руководителем и организатором. Всегда находясь в курсе всех событий, которые происходят на веренной ему территории, он не менее пристальное внимание уделял и проблемам своих подчиненных. Я лично обращался к нему по поводу жилья. Через две недели получил квартиру, потому что я жил в дни вероятных условиях. Четверо в однокомнатной квартире за крупным ребенком, а работал день и ночь по 12 часов. В 114-й день рождения возле памятника в театральном сквере много говорили и про достижения Бориса Глебовича в работе, его новаторские подходы и внедрение методик планирования работы с помощью ЭВМ. Нас он посылал в командировки. Я, например, ездил в Ленинград на Северный Пресс. Там уже эта система началась внедряться. И он очень-очень уделял много этой проблеме вопросов. Потому что планирование – это очень сложный вопрос. Собравшиеся на митинги ветераны в НЕФ и действующие сотрудники городообразующего предприятия отметили, что Борис Глебович был одним из тех, кто приблизил победу над фашистской Германией в 1945 году. Но самый весомый вклад в оборону страны он сделал, организовав работу над созданием ядерного щита нашей страны. Буквально за период чуть больше одного года мы сумели подготовить наш ядерный центр, сумел подготовить, изготовить и провести испытания более чем 70 образцов новых термоядерных зарядов. За свою трудовую деятельность Борис Музруков внес свой вклад не только в развитие ядерного оружия целой страны, но и в социальную и культурную жизнь нашего города. Был дважды героем социалистического труда, лауреатом Сталинской и Ленинских премий, а также награжден множеством наград и медалей. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.